Хорошо. Здравствуйте. Ну хорошо, начнём. Я извиняюсь, я не умею говорить по-русски, поэтому вот пришлось всех поставить в очередь за приборами. Только что мы общались с переводчиком, и он просил говорить помедленнее, потому что скорость и объём китайского выше в три раза, чем русский, поэтому я буду стараться медленнее говорить. Если я буду слишком быстро, ну и кто не поймёт перевод или будет что-то неясно, так много очень узких терминов, я буду остановиться повторять или потом задать вопросы, а потом вам дадут всё в письменном виде, как обещали. Я хотел бы сказать, что наша компания Alibaba предпринимает некоторые шаги, чтобы оптимизировать работу торговых электронных площадок. И у нас возникает большое давление от покупателей, от объёма транзакций, и вот мы решили эту проблему как-то разрешать. И на основе нашего многолетнего опыта работы платформы Alibaba, наша компания, которая подведомственна Alibaba, Alibaba, она как раз вот разрабатывает разные облачные системы, чтобы оптимизировать работу электронных торговых площадок. И мы думаем о том, как делать более благоприятными работу этих платформ электронных. И я сам лично занимаюсь больше базой данных, соцкодами. Я инженер по разработке отдела базы данных. И мы работаем над тем, чтобы решать различные проблемы. Во-первых, проблема горячей точки. Это когда много покупателей набрасываются на один товар. Все знают об этом. Ну, у нас в Китае есть такой термин, мяоша, это называется секундное убийство. То есть за одну секунду покупатели могут убить сайт. Если какая-то продукция, изделие вновенно становится очень дешёвой, привлекательной для покупателей, то они набрасываются тысячами на неё, и тогда сайт зависает, и всё прекращает работать. И вот как в короткие сроки продать как можно больше этого товара, который вдруг резко воспользовался таким диким спросом. И вот, конечно, идёт обычная транзакция, идёт обычная торговля. И вот если вдруг не хватает одной записи по транзакции, вдруг тут проблемы нет. Мы можем разделить это, разбросать по базе данных, и там не возникает конфликтов. Возникает проблема в памяти. То есть всем понятно, что при обычном положении дел продажи идут нормально, и в определённый объём времени обслуживается определённый объём покупателей. Но если вдруг количество покупателей возрастает, количество транзакций, то возникает проблема. И возникает блокировка памяти, и это сложно преодолеть. Ну почему? Потому что там заложены определённые программы, и это неизбежно происходит, что происходит блокировка памяти и так далее. И вот смотрим, какие явления существуют. Если когда несколько десятков клиентов покупают, то могут происходить в одну секунду 20 тысяч транзакций, сделок, покупок. Но если в одно и то же время будет объём покупателей увеличиваться, и когда возникает, например, полторы тысячи клиентов, желающих приобрести товар, то уже и снижается объём возможных транзакций, и в секунду он падает резко, этот объём, это количество. Если, например, в секунду 150, то в минуту уже там всё это не может обслуживаться. Но почему такие проблемы? Здесь это называется, то есть, deadlock detection, то есть это проверка блокировки. И возникает большое давление на систему, на торговую площадку. И если при обычной ситуации идут транзакции за транзакцией, одна закончилась, другая занимает её место, всё по очереди, и в InnoDB всё это происходит в этом разделе программы. Но при перегрузке, когда большой объём покупателей, функции, его функциональность резко падает. И, естественно, что не идёт уже такой благоприятной очерёдности. Ну и понятно, что мы не можем решить эту проблему. Ну и мы знаем, что есть функция в InnoDB, есть функция deadlock detection. И опять же там возникает проблема. Если поток за потоком идут транзакции за транзакцией, их накопление, и система не успевает перерабатывать, то вот происходит блокировка. Если, опять же, я должен увидеть, если я завершил сделку, если я заблокировал, то я смотрю, есть ли кто-то за мной, и так далее. Ну, возникают системы, есть системы безопасности, и опять же возникает большая опасность, когда на одном и том же ряду, в том и том же ряду, будет накладка, наложение. Поэтому вот происходит, вот всё, происходит deadlock detection. Это функция. И тогда мы видим, что ничего нельзя делать, система не работает, торговля не идёт. И вот возникает вот такая ситуация, которая показана на графике. И вот уже торговля не идёт, уже всё замерло, мы видим. Но у нас есть такой способ, хотя работает этот detection, но мы можем выключить просто, можно отключить эту функцию, disable deadlock detection. Но она не удовлетворяет нашим требованиям, требованиям клиентов, что вот мы за секунду не можем продать, сделать 20 тысяч сделок. Что делает? Хотя база данных достигла самой высшей точки, но мы надеемся, чтобы при большем ещё давлении покупателей на платформу, всё-таки всё работало и обслуживало, оказывалось, сервис. Поэтому какие могут быть решения? Мы знаем, что блокировка, она происходит в E-NodeDB. И хотя при такой особой ситуации мы знаем, что чем больше войдёт данных в базу данных, и невозможно обновление, и это может привести к тому, что всё прекращает своё функционирование. Ну, мы понимаем, что выстраивается очередь, транзакции выстраиваются в очередь, и мы вот эту очередь обеспечиваем. И когда, вот когда друг за другом всходят запросы о покупках в сервер VinoDB, и вот тогда и получает ситуация, что очередь начинает работать. Одна сделка завершилась, вторая за ней пошла, и тогда уже не приведёт к блокировке эта ситуация. И вот мы можем увидеть, вот EPS-3, какая будет ситуация. Может достигнуть 15 тысяч сделок в одну секунду. И вот 11 ноября каждый год мы, компания Alibaba, проводим скидку на 5%. И вот именно в эти моменты возникает вот эта ситуация мгновенного убийства сайта, когда все клиенты желают вот по этой скидке 11 ноября, это праздник в Китае, день холостяка. И вот тогда возникают эти дикие ситуации. Ну, вот в общем, обновление горячих точек. Вот следующая проблема, ну, эту проблему мы научились решать. И можем устраивать эти праздники каждый год для людей. Ну, вот далее. Самая надоедливая вещь, это когда тормозятся сделками, когда какая-то транзакция вдруг растягивается по времени, и за ней выстраивается толпа других транзакций, и всё забивается. Возникает пробка. Ну, то есть, нам не страшно, как долго или длинно она будет, эта транзакция длится. Но, самое страшное, что всё-таки это затягивание времени выполнения транзакций всё-таки может привести, опять же, к блокировке и так далее. Поэтому здесь очень важно определиться, началась транзакция, затем мы этот ряд обновляем, row, и самый оптимальный вариант, конечно, это когда вот, чтобы было ясно, или покупаешь, или отказываешься, чтобы не тянуть резину вот по этой транзакции. вот если передаётся информация, что вот клиент А и клиент Б, если вот возникают ситуации у клиента А, когда вот он идёт по этому ряду один, и у него идёт торможение по сделке, ну, то есть, может возникнуть давление на площадку, опять же, и система будет очень занятой, и очень долго приходится ждать отбивки, как бы о том, что транзакция завершилась. Но, всё-таки, система начинает работать медленно, всё очень медленно реагирует, и к чему это может привести, к какой проблеме? Вот мы смотрим, в той же самой базе данных возникает, когда клиент А, вот он идёт по ряду один, затем, ну, вот, приказ о завершении сделки коммит возникает, и затем, если он опять же будет действовать по этому ряду идти, то возникнет блокировка, а клиенту Б, очень, уже это надоедает, ситуация, он ждёт очень долго, и, опять же, он по этому ряду выстроился, а никакого реакции нет, что его обслужат, и вот всем очень знакома эта ситуация, это мы вернёмся опять к проблеме горячей точки покупок, когда большое количество клиентов набрасывает один товар, вот и здесь как раз эти две проблемы, они соприкасаются, и вот сейчас, о чём мы говорили, что задержка транзакции, вот возникает очередь, и вот как раз вот если вот по ряду A всё идёт очень медленно, к чему это может привести, что товары по A вообще не продаются, там всё застопорилось, возникла пробка, и продажи на нуле, и он сам очень занят оказался, не успевает отправлять отбивки о завершении транзакции, и у него всё затормозилось, то есть с одной стороны хорошо, бурная торговля, но она может резко встать, и поэтому и покупатель, например, то, что он, то есть и деньги, и товары, и люди, и все страдают. Дальше, ну что мы придумали, чтобы решить эту проблему, вот всё обновление, то есть по самому последнему ряду обновления надо сделать, ведь для работы площадки самое важное, если закончилась транзакция, надо, значит, ясно об этом оповестить всех, что она закончилась, поэтому надо договориться, как реализовать эту договоренность в базе данных, и вот мы добавили просто два ряда как бы слов, две фразы, вот коммит, он success, всё успешно завершила сделка, очень быстро она оперативно возникает, чтобы никто не тормозил, не надо ждать ничего, что кто-то её отправит или что, она будет возникать автоматически по программе, если я вдруг решил не ждать или что-то не хочешь, и тогда вот надо дать роллбэк, он фейл, что всё, отказываюсь от сделки, от покупки, и опять нет никакого торможения. И вот если вот идущий по первому ряду, он сразу говорит, что успешно завершена сделка, то вот добавить один блок ряда и всё, он освобождается, то есть транзакция завершена, уже не надо ждать, вот там команда отдельно о том, что коммит, что всё завершилось, и вот поэтому здесь мы как раз вот они должны взаимодействовать два этих проекта, вот где первая проблема горячих точек и вот эта проблема затяжных транзакций, вот эти два проекта, они друг другу как бы вспомогают и работают друг на друга. Хорошо, ну конечно вот это мгновенное убийство сайта, это одна ситуация, ну вот у нас 11 ноября в этот день холостяка происходит даже не только из-за того, что горячая точка, а просто вот люди ну просто хотят купить даже не из-за того, что скидки или что-то дешёвое, просто вот в эти дни, в этот день именно большое количество желающих что-то купить. И вот что боится база данных? Она боится, что слишком много будет параллельно возникающих сделок, покупок, как бы наложение потоков будет. Поэтому если всё будет идти не по порядку, не по очереди, то тоже может возникнуть наложение. запросов на покупку может превысить объём, который может обработать база данных. И вот многие что делают? Конечно, она настроена на то, ведь наша система, что в силу каждого клиента должна удовлетворить, как говорится. клиенту настроен на то, что база данных системы ему ответит буквально в считанные секунды или миллисекунды. То есть все привыкли к быстрой работе, что обратная связь очень быстро идёт. Ну а вот при таких ситуациях, когда много желающих что-то покупать, ну такого уже нет, перегруз идёт и идут отказы. И понятно. И вот и то есть вот все эти ответы об отказах или приём сделок и всё это перемешивается, происходят накладки запросов и это вот приводит вообще к обрушению торговой площадки, что продажи вообще на нуле. И вот значит потребования превышают как бы способность обработать эти требования. И вот мы видим, если вот 16 потоков или соединений, то если настроено на 32 ядра только потока обслуживания, то при разных цифрах происходят разные ситуации. И база данных то есть если 32 это возникает 64 и так далее. Поэтому как решать эту проблему? Мы не можем всё безгранично делать. Мы должны пожертвовать теми, кто может всё-таки уступить, поступиться своими требованиями. То есть те, кто могут позволить себе ждать какое-то определенное время, они дождутся ответа. Кто нет, значит ими придётся пожертвовать. То есть всё это очень живо соединяться должно. И мы тогда всё-таки можем обеспечивать очередь и удовлетворить всех клиентов. То есть кто-то должен подождать, просто должны выстроиться в очередь. И если идёт 50 тысяч или 60 тысяч соединений запросов и мы просто им говорим пожалуйста подождите. Ну и в самый пик, время пик успех в каждую секунду достигает 20 тысяч и даже 40 тысяч количества транзакций, которые мы всё-таки обслуживаем. То есть достигаем достаточно оптимальной ситуации. И уровень обслуживания и количество обслуживаемых клиентов всё-таки высокий. И вот далее, когда идёт задержка по времени, время ожидания. мы должны обеспечивать запас базы данных. Вот если главная база и дополнительная база, вот дополнительная база данных, она например не может нам обеспечить поддержку главной базы данных. вот если мы говорим в секунду 18 тысяч транзакций, но там есть 2000 рядов, по которым могут идти транзакции. И вот там требуются целые минуты, чтобы всё это обслужить и там возникает много ошибок. И всё это уже можно сказать отсталая система, которая не может оказывать услуги должным образом. И вот самая главная причина этого в чём? В том, что Microsoft вот изначально Microsoft он там шло что по очень многим рядам шло обслуживания, а дополнительная база данных она имела очень ограниченные возможности по поддержке главной базы данных. И Microsoft 5.6 и самая последняя версия 5.6 они там обеспечили кое-что. Но тем не менее по одним и тем же базам данных всё-таки осталась ситуация прежняя поэтому это всё пока знаю внешне просто ну способ решения проблемы и поэтому мы решили три шага объединить вместе и придумать систему то есть обновление рядов потому что большая часть обновления найдёт по рядам и две например транзакции они получается должны идти параллельно перед ним у них идёт положение то есть первого и второго идут один за другим это первая наша оптимизация далее идёт релей фэтч это не мы сами придумали конечно не Alibaba это выдвинули другие основная здесь идея в том что если один поток и когда идёт запись там возникает тоже забивка пробка и вот когда идёт обновление этого ряда и он уже существует внутри во внутреннем ряду и это всё оптимизируется и второе это bulk apply это тоже обновление своего рода и если много рядов одновременно обновлять нет проблем но если самое страшное это когда много запросов о совершении сделки и если вот одновременно запросы на несколько сделок сразу на несколько покупок то идёт спад функциональности и вот мы используя эту операцию можем повысить функциональность и если много сделок объединить в одно вместе это не повлияет на функционал дополнительной базы данных то есть мы их объединяем вместе как бы в один комплект все эти транзакции и достигаем повышения функциональности и обе базы и дополнительные и главные базы данных они могут хорошо взаимодействовать и вот внизу показаны параметры вот то есть мы устраняем вот эту проблему зависания дополнительной базы данных это вот проблема следующая проблема это как бы выдерживание потоков и нам требуется чаще всего обновлять главную базу данных вот в нашей компании Алиюнь мы сделали очень прозрачную главную базу данных но дополнительная база данных она не видна и если возникают какие-то проблемы в главной базе данных и тут мы задействуем дополнительную базу данных и работная самая главная что нельзя останавливать работу компьютера он должен работать 24 часа в сутки поэтому необходимо обеспечить чтобы процесс взаимодействия между главной и дополнительной базами данных был прозрачным и все ссылки все запросы ну должны обслуживаться должным образом и мы должны соблюдать субординацию между этими базами то есть не должно быть перерыва ссылки запроса на транзакцию не должно быть разрыва значит прокси лея это он отвечает за ну м за базу главная база данных с это главная база данных вспомогательная база данных и здесь нам надо чтобы служить для м для красного цилиндра и чтобы поддерживать соединение можно использовать эти блоки и в этом контексте цилиндр с также получает обслуживание и если вот прокси идет соединение и затем идет пере отправка информации но вот все запросы требования они будут успешно приняты обработаны и здесь также все в системе будет происходить очень оперативно и благополучно если кто-то работает если в России вот люди занимающиеся подобными сервисами ну наверное нет но мы работаем и по внешним и по внутренним аспектам ну я говорю своим директорам я приготовился повысить уровень версии и мы требуем что требуется разрабатывать улучшать систему нам если возникает ситуации риска прерыва связи соединения то мы должны обеспечить чтобы не было разрыва связи потому что клиент он не наш коллега клиент это человек внешний поэтому в чем его слабость в чем его запросы если он вдруг видит что связь с ним прервана это наша ответственность и мы должны обеспечить чтобы никогда прерыва связи с клиентом не было хорошо ну дальше можно говорить о улучшении функционала об оптимизации функциональности вот только что мы только что предыдущий коллега говорил о том что информация очень важна и вот в базе данных есть как раз много очень вещей моментов пунктов которые необходимо совершенствовать во-первых мы знаем что есть в базе данных есть ряду и необходимо работать и в этом аспекте нужно или писать новые решения этой проблемы чтобы копировать и повышать его версию и функциональность и есть конечно системы где очень низкая эффективность работы и там необходимо повышать их эффективность и много очень таких сделок и дел в которых требуется оптимизация работы потому что происходит забивание потоков и если их возможности не могут удовлетворить запросов торговой площадки то мы конечно же по этой сфере должны работать и мы разработали такие решения как разные уровни решения этой проблемы но если говорить о замках о блокировках ну в микрософте там разработали всем известно по базе данных там есть очень большие блокировки и если если вот этот замок эту блокировку чтобы предотвратить разрыв связи коммуникации вот как раз она завязана с этой блокировкой и может возникнуть много разных ситуаций когда необходимо просто повышать функциональность в очень многих аспектах и вот многие наши конкуренты и партнеры они тоже работают в этом направлении я наверное говорю слишком быстро я подозреваю что наверное не все ясно о чем я говорил поэтому я думаю у нас будет достаточно много времени потом вместе с вами встретиться и лично все проговорить вы можете мне лично задать вопросы спасибо хорошо вы могли бы вернуться назад к картинке где указана основная и дополнительная база данных да вот здесь нет 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 еще где основная и дополнительная база данных где цилиндры да супер я так понимаю что насколько я понял с презентацией что если блокируется или просто фейлится запрос к мастеру базы данных идет транзакция на второстепенную базу данных правильно да вот вопрос теперь в том а как потом эти данные возвращаются обратно это мастер мастер репликация или это какой-то другой способ доставки то есть как данные в итоге попадают на главную базу данных хорошо это очень хороший вопрос да вот так вот в этой схеме требования оно не напрямую к мастеру оно не напрямую с мастером происходит соединение все идет через прокси через прокси и потом прокси отвечает за то кому отправить или главной или дополнительной и если мы надо когда переслать куда-то передвинуть мы все запросы ссылки отправляем на слейвер независимо к мастеру или к слейверу кому отправим все равно все через прокси идет и потом клиенту тоже идет прокси то есть мы не меняли соединение с прокси и прерыва никакого перерыва не идет То есть все через прокси он решает, кому, и потом через него возвращается везде. Вам так ясно или нет? У меня вопрос. Да, можно я дополню вопрос? Вопрос был в том, что мы постоянно, когда клиент хочет удостовериться в том, что была сделка завершена или просто получить данные, он все время будет спрашивать со слейва, правильно? Потому что, получается, данные могут различаться. На слейве могут быть данные, которых нет на мастере. Как данные в итоге синхронизируются? Потому что я так понял, что на слейве они могут быть, а, например, на мастере они могут не быть, если произошел фейл относительно прокси и его выполнил. Хорошо, я понял. Здесь так идет. Значит, я вам вообще должен рассказать сам фон ситуации. То есть мастер, он идет как взаимодействие совместное. Вот все обновляется в дополнительную. То есть, получаю, в дополнительной все данные есть, а в главной вообще нету. То есть обновление только по дополнению. Да, да, это так, так. Но я не объяснил вам ясно с самого начала. Вот у них взаимно мастер, он обеспечивается параллельная вообще ситуация. Они завязаны вместе. Мастер, он также является вместе с прокси. То есть, когда главная база идет на повышение, то оно все вернется. То есть, база данных обеспечивается содержанием вот этих данных, и что и в главной, и в дополнительной, и они завязаны. То есть, все там одновременно синхронно идет по наполнению информацией. Быстрый вопрос. Собственно, в самой презентации название вы используете MySQL. Почему выбор, собственно говоря, пал на эту базу? Ну, это интересный вопрос, да. Я почему выбрал ее? Я, да, я ее конкурент. Но почему Alibaba выбрала ее? Потому что в Китае больше всего материалов как раз вот по этой мастеру коду есть. Она в обработке, по самым простым проблемам, вот, чтобы работать. Она очень высокоэффективная. Самая обкатанная и лучшая она, я не знаю, как в России, но в Китае у нас она самая популярная база данных, поэтому обкатанная всем знакома. Из-за этого выбрали ее, хотя и конкурент. Конечно, ни одна база данных этого не может быть. У нас там три тысячи разности есть, как бы, в разных базах данных. Поэтому, чтобы оказывать внешнему клиенту услуги, чтобы он купил одну вещь, надо ему одну вспомогать, одну дополнительную базу данных. То есть 40 тысяч. Вот внутренние у нас операции, которые проводятся в Alibaba, у нас, конечно, не один база данных все обеспечивает. Конечно же, там все разделяется по разным базам данных, разные функции. Это чисто внутри компании, внутри ведомственная работа. Ну и также вот на клиентов свои еще есть. Спасибо, что приехали. Спасибо за доклад. Ну, конечно, тут трудности с переводом некоторые, но тем не менее. Увидел на презентации, что говорили про редологи, про мастер-слейв. Вот интересный такой момент, когда в случае отказов… Правильно ли я понял из доклада, что вы редологи перекидываете со слейва на мастер и потом их накатываете? Правильно я понял, что вы имеете… В случае отказа у вас есть редологи со слейва, и вы их потом накатываете на мастер. И как это дело потом происходит? Спасибо. Спасибо. Я повторю. То есть, когда мы меняем соединение, и после этого, каким образом мы переключаемся на мастер? На самом деле, нам не нужно менять соединение назад к мастеру. Когда мы меняем соединение на слейв, до этого мы должны попраллельно сделать… Это неразборчиво совершенно. Мы меняем… Таким образом, чтобы сам слейв переключался на мастера. Неразборчиво было сказано на английском. Какая-то информация, которая нужна для всех этих баз, как вы обеспечиваете? Например, не знаю, черные списки пользователей, клиентов, которые вы не хотите видеть. Наверное, у вас может быть такое есть или что-то подобное. Как вы обеспечиваете, что это видно для всех баз? У вас такие обновляются, они одновременно. Какой-то у вас свой есть, который доступен на всех базах? Что вы имеете в виду черный список? Клиент из черного списка? Итак, у вас есть ли слой, который должен обновлять для всего магазина виден на всех базах данных если вы имеете ввиду только базу данных вообще не клиента у нас есть внутренняя для оказания внутренних услуг потому что не все клиенты могут как бы посещать базу данных как-то отмечаться в ней то есть у нас нет проблем а по внешним клиентам не только черный список клиентов но есть разная информация какая-то да общая да у нас есть я могу то есть какие-то именно блок информации клиентов они совершенно не могут выйти на связь и то есть там были какие-то пароли и логин и так далее там очень строго и тогда в нем отказ происходит связи да это обеспечивается используете в качестве прокси что используете в качестве прокси а прохи и вот это я и land you вам известен да это мы разработали это наша разработка в нашем центре вот на языке елен елан жить еще раз как это по-английски ли как или нет это вид языка это вид языка вот он так называется этот язык есть еще вопросы я так понимаю просто неправильно поняли прошлый вопрос это открытая разработка вопрос здравствуйте это открытая разработка или же это проприетарная закрытая какая-то разработка ваша она еще закрытая но в мастер софте там есть ну и зык вот елен это общий язык а вот разработка наша она еще закрытая но в мастер софте там есть вообще наша стратегия такая там сос кода нет мы наша цель вообще это все оптимизировать улучшать мы сами обсуждаем если что-то можно универсально использовать мы используем а где чего-то не хватает то мы сами разрабатываем дорабатываем и она не в таком широком поле из и используется и мы на сторону его как бы не даем это только для нас и повышение у нас идет его версии как бы внутри ведомства здравствуйте еще есть вопрос спасибо за доклад ваш вот скажите пожалуйста какие инструменты вы используете для отслеживания вообще блокировок в mysql и может быть в целом для мониторинга mysql если говорить говорить о мониторинг это без轟 и точку по всей базе данных там не одна только мониторинг идет там многосторонний мониторинг то есть в разных аспектах идет мониторинг и еще более высокий уровень как он идет у него процесс то есть как идет соединение и так далее и по количеству транзакций как у него идет то есть разные виды мониторинга еще есть мониторинг чисто по работе по процессу и если возникают другие внештатные ситуации но главное мы не говорим об инструментах главное говорить о концепции о том как это обеспечивается то есть там ну то есть инструмент это неважно и главная идея как обеспечить мониторинг всесторонний вот если вопросов больше нет давайте поблагодарим докладчика спасибо 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 спасибо